здорово бойцы с вами как всегда пламбер ну что друзья я подобрал немножко хороших новостей для вас по будущим нововведениям в игру call of duty mobile так что подписываемся на мой канал ставим лайк колокольчик для того чтобы быть всегда первым в курсе всех событий в мире игры call of duty mobile садимся поудобней и я начинаю нормальный человек не просыпается смысле о том что сегодня последний день его жизни но я считаю это роскошь не проклятие знание что смерть близка дает свободу самое время свести счеты враг силен нас мало мы на пределе идем на верную смерть но камни и песок за тысячи лет войны впитавшие столько крови будут помнить нас за это говорю для записи историю пишет победитель в истории много лжи если мы проиграем его правда станет истиной а нашу забудут шепард станет героем ведь чтобы изменить мир нужно красивые ложь и море крови итак друзья подобрал для вас парочку новостей по будущим нововведениям в игру ну в принципе аж до самого юбилея это официальная информация от разработчиков итак первая новость это будет обновленный интерфейс вкладка оружейник будет схожа с call 2 нововведения из китайской версии будут постепенно переходить в глобальную это ответ тем людям которые говорят почему вы постите информацию о китайской версии ведь есть глобальная версия друзья для да потому что все то что будет в китайской версии гарена версии все равно она переходит в глобальную правда немножечко с изменениями немножечко с донатом побольше но тем не менее все это будет глобальной и так механика поиска оружия в кб будет как в арзоне оружие можно будет найти только в ящиках то есть не будет уже просто валяться там где-то а к 117 с патронами либо там дробовичок просто напросто лежать все это будет теперь уже в ящичках я думаю скорее всего в ящичках с модулями то есть уже собрал оружие модуль патроны ну в принципе вот такая вот информация следующий юбилей принесет множество изменений а именно обновят совместимость с контролерами новые карты друзья по новым картам я думаю скорее всего большое изменение произойдет у нас королевской битве по поводу нового движка в принципе я думаю все это возможно но при одном условии которое будет немножечко ниже я расскажу об этом условии и это будет последней новости далее изменение механики передвижения ну друзья все мы знаем что давно уже говорится о том что бег с оружием будет в принципе в в одной руке вот как модер варфайр до варзоне то есть передвижение будет немножко улучшена и оружие будет как вот у них в одной руке ну прикольная в принципе но вот эта новость более более менее поярче новая механика ближнего боя что это значит это значит друзья и всем тем кто любит вот всякие спецэффекты да вот это будет как вам рассказать допустим вот вы видите сейчас как это все происходит какой-то удушающий какой-то там ножевой с выстрела и так далее все будет так как вот в модер варфайр либо варзоне вот такая вот механика ближнего боя ну в принципе это как бы поярче лучше ну и интереснее можно так подчеркнуть далее изменение в системе подбора игроков то есть что это значит все мы любим говорится проходить рейтинговую сетевую игру до королевский рейтинг но бывает вот в сетевой игре очень трудно дойти до легенды почему потому что попадается либо команда не очень либо слишком скилловые игроки ну и это значит то что максимально будет приближенный рейтинг и статистика игроков так и команда противников схожа то есть теперь будет немножко легче дойти до рейтинга тем игрокам которые играют ну скажем средний уровень либо вот начинающим игрокам тоже будет такая возможность подняться хотя бы какую-то награду получить до легенды далее друзья до юбилея еще восемь сезонов планируется ввести в колу в duty мобайл ну в принципе это нормально ну и вот та новость о которой я говорил по поводу нового движка то есть в будущем может появиться call of duty мобайл для 32 битных устройств уже она в принципе тестируется на бета-тесте что это значит то есть если в нашу игру глобальную версию будет добавлен новый движок естественно будет добавлена новая графика новая карта физика игры значительно увеличится в лучшую сторону то есть получится те устройства которые сейчас с натяжкой тащат на низких настройках нашу игру они уже не будут как бы ее воспринимать и для них вот которые уже слетят с этой системы снова движка разработчики придумали вот такую движуху чтоб удержать аудиторию то есть сделает мини игру для всех аккаунтов которых есть для 32 битных устройств то есть там немножко будет занижена графика настройки и так далее чтобы была возможность людям у которых не будет поддерживать устройство игру поиграть вот в этой версии но это логично друзья потому что игра должна развиваться игра должна улучшаться все мы понимаем что при каждом обновлении что-то изменяется графика улучшается естественно наше устройство перестают так говорится нормально функционировать и нормально играть нам в call duty мобайл по поводу зомби режима друзья не планируется в ближайшие полгода об этом говорили разработчики даже намеков на того что будет зомби режим нет их очень много других нововведений и по поводу зомби режима они даже смеются покамись идей нет потому что друзья они понимают что даже выйдет если зомби режим это будет грубо говорит 25 процентов из аудитории поиграет это поиграет неделю потом забросится этот зомби режим и он будет вот там где то в каком-то режиме просто пустовать и все так что я думаю скорее всего ожидать его по крайней мере первые полгода не стоит но это были все самые последние новости в мире игры call of duty с вами был как всегда пламбер не забывайте подписываться на мой канал ставить лайки ставить колокольчики для того чтобы быть в курсе первым всех событий в игре call of duty мобайл ну я вам желаю крепкого здоровья пока пока